Недавно с семьей мы выбрались наконец-то в Эрмитаж. Рембрандт и Матисс, Ренуар и Пикассо спокойно уживаются в этой замечательной арт-коммуналке. Но почему-то не тянет меня на выставку Уэнди Уорхола, то есть Уэнди Уорхола, путаю все время, или Пригова, например. Мне в этом случае вспоминается, тут кавычки открываются, и начинается самое значительное произведение искусства 20 века, оказавшее наибольшее влияние на мировой художественный процесс и ставшее лауреатом самой престижной премии Великобритании за 2004 год. Это писсуар с автографом французского художника-концептуалиста Марселя Дюшана. Этот результат получен путем опроса 500 наиболее известных британских художников-торговцев предметами искусства и представителей музеев. Сантехнический шедевр обошел две картины Пабло Пикассо и также работы Энди Уорхола и Анри Матисса. В 2017 году французский художник Марсель Дюшан, стремясь доказать, что любой предмет может стать искусством, заявился на художественную выставку в Нью-Йорке с писсуаром-подмышкой. Это вызвало страшный скандал, способствовавший рекламе творения. Ныне белое фарфоровое изделие с черным автографом, романтически именуемое «Фонтау», оценивается на рынке в 2,5 миллиона долларов. Какой же умник готов заплатить такие деньги за писсуар? На планете более тысячи миллиардеров, и их число постоянно растет. Мировая экономика содержит в себе множество мыльных пузырей, и самый крупный из них – пузырь современного искусства. В последние годы арабские шейхи и русские миллиардеры присоединились к этому буму, и цены стали еще выше. Один грузинский олигарх, имеющий состояние в 6 миллиардов долларов, выложил 50 миллионов за Пикассо. Российский олигарх Роман Абрамович, владелец английского клуба «Челси», купил Фрэнсиса Беккона за 86 миллионов долларов. А затем катарская королевская семья, у которой неисчислимое богатство, приобрела Демиэна Хёрста за 20 миллионов долларов и Ротко за 23. Существует давняя традиция – арт-мероприятия спонсируются банками и корпорациями. Это всегда подается под соусом благотворительности, пиар-акции и бизнеса. Отличный способ привлечь внимание к своей деятельности и привлечь богатых клиентов. Но расследование Сената США показало, что один швейцарский банк на этом не остановился. Миллиарды и миллиарды американских долларов перекочевали в офшоры с помощью банков, трастовых компаний, бухгалтеров и юристов. Они спонсировали американские мероприятия, в том числе художественную выставку в Майами. Банкиры UBS тайно нанимали богатых клиентов, которые хотели платить меньше налогов. И в UBS было открыто 20 тысяч счетов для американских граждан, желающих снизить налоговые выплаты. А вот теперь просто полюбуйтесь. Десять приведенных ниже образцов живописи – это яркие примеры того, как можно выручить баснословные деньги за любую откровенную мазню, нарисованную пятилетним ребенком и рекупленную на балашином рынке, например. И придумав для нее громкое название, сочинив невероятную историю создания, не выставив на одном из самых знаменитых аукционов мира. Ну, начнем. Первое. Эта работа называется «Концепция пространства ожидания». Лючи Фонтана – полтора миллиона долларов. «Концепция пространства ожидания» художника Лючи Фонтана ушла с аукциона в Лондоне за те самые полтора миллиона долларов. Почему? Ответьте сами. Вторая работа. «Кроваво-красное зеркало» Герхарда Рихтера – миллион сто тысяч долларов. Третья – «Зеленая клякса» Алсворта Келли. Это миллион шестьсот тысяч долларов. Следующая картина. Просто без названия. Написано в 1961 году Марка Ротко. То есть Марк Ротко написал эту картину. Двадцать восемь миллионов долларов. Следующая работа. Без названия. «Блинки Палермо». Один миллион семьсот тысяч долларов. А плевутись на эту. Картина «Собака» Джоан Миро. Два миллиона двести тысяч долларов. Ну, эта картина называется просто «Белый огонь один». Написал ее Барнет Ньюман. Три миллиона восемьсот тысяч долларов. Еще одна картина без названия. Может быть, просто стыдно называть это. Ее написал Сай Твомбли. Два миллиона триста тысяч долларов. Ну, эта картина, может быть, кем-то и будет угадана. Она называется «Ковбой». Элсворт Келли. Один миллион семьсот тысяч долларов. Ну, и апофеоз, вернее, апофегей. Эта картина называется «Синий дурак», которую написал Кристофер Вулл. И отдали за нее безумные люди пять миллионов долларов. На этом я с вами прощаюсь. И увидимся с вами завтра в программе «Частное мнение». Субтитры подогнал «Симон»